Добро пожаловать в область спорта! Волейбол. Начался сезон в молодежной лиге. В Динамо всегда есть характер. И ответ на вопрос, почему хоккейная столица Ленинградской области – это поселок имени Морозова. Работаем, пытаемся расти, попадать выше, выше. Начинаем с футбола, но прежде чем говорить о матче Тосна-Ахмат, отметим знаковое событие, произошедшее в 47-м регионе в конце сентября. Футбольный клуб Тосна вернулся домой. Тосна – команда «Легенда». Она играла в Тихвине, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге. Тренироваться летала в Москву, но только не дома. Наконец, в конце сентября 2017-го у Тосна появилось свое поле. Сразу оговоримся. Домашние матчи черно-белые по-прежнему играют на стадионе Петровский в Петербурге, но тренироваться могут в Тосна. До этого в Москву уезжали, до этого в Питере тренировались на зенитских полях, я так думаю. Ну, это не есть хорошо, но когда свое, все равно приятнее. Это всегда хорошо, что мы дома находимся, в любом случае. И поле свое родное, наверное, какое-никакое, все равно свое. Одним из главных условий тренировочного поля для команд премьер-лиги является натуральный газон. Чтобы газон Тоснинского городского стадиона соответствовал всем требованиям, ушло несколько лет. Мы сняли старый газон, завезли щебенку, сделали подушку, реабилитировали дренажную систему. Только после этого мы постелили газон. Я говорю, с 2015 года процесс длился у нас, затухал, возобновлялся. Но в итоге мы имеем теперь свой газон, который пригоден для тренировки профессиональной команды. Тренировочная база Тосна пока не может похвастать особым комфортом. Условия, прямо скажем, спартанские. Поле также не успело полностью прижиться, тем более, что стелили газон в конце лета. Но все это отходит на второй план. Оно свое, оно родное. Здесь ты никуда не торопишься, здесь тебя никто не выгонит. Здесь ты можешь приехать в любой момент. Здесь тебя ждут. Пока оно, соответственно, не Бернабео, но, еще раз повторюсь, оно наше. Работы ведутся, занимаются. Я уверен, оно будет только лучше и лучше. А теперь в Санкт-Петербург, где в субботу в рамках 12-го тура чемпионата страны Тосна принимал Ахмат из Грозного. Зрителей собралось не так много, 5000 человек. Но для команды из Ленинградской области эта игра была особенно важной. Почему? Узнал Александр Брилс. Тосна и Ахмат встречаются впервые. Когда команду из Ленинградской области основали, коллектив из Чечни под своим прошлым названием «Терек» уже был грозным соперником и постоянным участником российской премьер-лиги. Ахмат Грозный самый грозный! Эй! Эй! Ахмат Грозный самый грозный! Эй! Эй! Команды могли сойтись в полуфинале Кубка России. Тогда, в 2014-м, Тосна выбилась борьбы за трофей «Московский Спартак» и вышел в 1-4. Но там черно-белых одолел Краснодар, а в параллельной паре грозненцы уступили ЦСКА. Так встреча отложилась на три года. Приобретаем матчевые программы! Пару атак хороших, 2-0, Тосна выиграет. А Парфенов сейчас скажет что-нибудь? Я надеюсь, что все будет хорошо в нашу пользу. Мы надеемся на Ахмат, чтобы она победит. И что забьет. Мы в них верим. Только Тосна, только победа. Будем надеяться, что все будет хорошо. Тем более, если наша молодежь попорадовала. Проигрывая 1-0, они довели счет до победного. 2-1. Прекрасная победа. Ребята тоже выложились. Дали нам импульс. Молодежка Ахмата проиграла. Но приехала на матч, чтобы поддержать своих хотя бы с трибуны. В начале второго тайма полузащитник Ахмата Антон Швец заработал вторую желтую и покинул поле. Грозненцы доигрывали в десятером. А через полчаса нападающий Тосна Евгений Марков превратил преимущество в единственный забитый гол. Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что вроде чуть-чуть, чуть-чуть, то с Хабарой, то с Анжи. Вроде бы наши игры были, мы контролировали ход матча, но не могли выиграть. Сегодня это получилось, мы очень счастливы. Долгожданная домашняя победа состоялась. Ахмат повержен. Сегодня исторический день. Голос, видите, сорвал. Только Тосна, только победа! После 12 туров в чемпионате России «Зенит» сохраняет лидерство, однако московский «Локомотив» приближается к первой строчке. С Хабаровск и Тульский «Арсенал» прямые конкуренты Тосна также набрали по три очка в минувшие выходные, поэтому клуб из Ленинградской области поднялся лишь на одну строчку вверх. Турнир «Премьер-лиги» берет двухнедельную паузу, связанную с играми сборной, однако «Тоснинцы» Евгений Чернов и Антон Заболотный отдыхать не будут. Защитник и нападающий клуб из Ленинградской области получили вызов в главную команду страны. Наши корреспонденты узнали, с каким настроением отправляются представители Тосна в расположение сборной. Узнал через интернет, в WhatsApp, мой агент написал мне, что объявили список. Я его посмотрел, увидел свою фамилию. Конечно, очень приятно было. Обрадовался, что второй раз уже вызывает. Но я не хочу ни о чем думать, и я очень рад и горд получить этот вызов. И я поеду с большим желанием туда, с большим настроем. Настрой боевой. Сейчас отдохну один день, переведу дух, и уже буду настраиваться. У нас тренировки сборной. Надо будет подготовиться, перестроиться чуть по другую схему. И буду работать, доказывать. Это программа «Область спорта» на 47-м канале. Все самое важное из спортивной жизни региона. Скоро будем говорить о волейболе. Сосновоборская «Динамо» провела два матча на минувшей неделе, а их дублеры открыли чемпионат в молодежной лиге. Однако прежде о водном поле. Чемпионат страны среди женских команд стартует через три недели, а тем временем в Итерполейске команды «Киневсургут» и «Нефтегаз» завершили третизонный тренировочный сбор в Греции. О ходе подготовки и настроений команды в преддверии чемпионата области спорта рассказала один из лидеров клуба Екатерина Прокофьева. «Буквально недавно закончился отпуск, соответственно, у нас больше тренировочный процесс стягивающий. Больше работаем над физической своей подготовкой, плаваем, в общем, работаем с мячом, соответственно, стараемся втягиваться в какие-то тактические схемы. Когда мы приезжаем в Кирше 2-го числа, к нам прилетают в гости команда Китая, будем продолжать с ними тренироваться. Отпуск закончился, поэтому все, теперь нужно только работать». Остаемся в Петербурге, ведь на минувшей неделе сразу два волейбольных динамовских клуба из Соснового Бора принимали соперников на площадках Северной столицы. В рамках турнира Суперлиги Кузбасс приехал в Академию имени Платонова явным фаворитом, но желание победить у динамовца было запредельным. Первые две партии остались за командой из Ленинградской области, но затем удача вновь отвернулась от клуба из Соснового Бора. «Несколько тактических ошибок, которые не позволили нам добить один мячик, в общем-то привели к поражению в четвертый, к поражению в пятый и к поражению в игре. Хочется выиграть, пока не получается. Трудимся дальше». Пять туров чемпионата позади. Казанский «Зенит» и Белогорье лидеры. «Зенит» из Петербурга немного отстает. В свою очередь «Динамовцам» пока фатально не везет. В трех из пяти сыгранных матчей дело доходило до тайбрейков, но Виктория пока не на стороне команды Олега Согрина. Если волейбольный турнир Суперлиги уже в разгаре, то молодежная лига только открыла сезон. В первом туре чемпионата, который состоял из четырех матчей, «Сосновоборская Динамо-2» принимала гостей из Белгорода и Новокубышевска. Знаменитый стадион «Динамо» в Санкт-Петербурге. Волейбольный зал этого спорткомплекса второй год подряд станет домашней площадкой для матчей молодежного состава «Сосновоборского Динамо». Прошлый сезон для подопечных Ярослава Василенко было знакомительным в молодежной лиге. В этом году пришла пора выходить на новый уровень. Соскучились по волейболу за лето. Очень ждали. У нас более возрастная команда, чем остальные. Ну и задачи у нас, соответственно, другие – побеждать в каждой игре. Осуществление поставленной задачи не стали откладывать в долгий ящик. В первом матче с «Новой-2» не отдали сопернику ни одной партии. Во втором матче с «Белогорьем», проигрывая 0-2 по сетам, «Сосновоборцы» смогли не только вернуться в игру, но и выиграть ее на тайбрейке 29-27. В принципе, команды все равные здесь в молодежной лиге, поэтому здесь зачастую будет выходить на первое место характер. Как говорится, сила воли и характер. У «Динамо» всегда есть характер. Третий матч также прошел под диктовку «Динамо». А вот на завершающую встречу с командой из «Белгорода» сил оставалось уже не так много. «Динамо» зацепили одну партию, но гости выиграли 3-1. Волею турнирного календаря в этом году пять из семи этапов молодежной лиги пройдут в Петербурге. Так что фактор домашней площадки и поддержка болельщиков должны будут добавить сил со «Сосновоборцем» в решающих матчах. Меньше переездов. Для нас этот зал будет, я думаю, с каждой игрой все знакомее, но понятнее и понятнее. Поэтому я думаю, что здесь будет больше плюсов. После матча первого тура молодежной лиги «Динамо» закрепилась в группе лидеров. А вот у молодежной команды петербургского «Зенита» дела прямо противоположные, пока ни одного очка в копилке команды. Также не может похвастаться успешным начало турнира молодежный «Зенит» из Казани. Через несколько минут о том, как проложить себе путь в профессиональный хоккей из поселка на берегах Ладоги. А пока о том, что происходит со спортсменами из Ленинградской области в других городах и странах. Ватерпольная молодежная сборная России заняла третье место на Кубке губернатора Челябинской области. По ходу турнира наши девушки победили сборную Хорватии, уступили команде Китая и опытным ватерполисткам «Динамо Уралочки». А в матче за бронзу переиграли спортсменок из Казахстана. Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта Ленинградской области Кенев представляли в сборной России Надежда Диченко и Елизавета Иванова, Екатерина Кликина, Анна Кочетова и Анастасия Ширяева. В Сочи завершился Суперкубок 2017 по керлингу среди мужских команд, который является отборочным стартом для участия в чемпионате Европы и олимпийском квалификационном турнире. Победила сборная Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым, за которую выступали Артем Шмаков, Евгений Климов и Артур Рожабов. Теперь уроженцы города Сланца Тимофеев и Рожабов будут представлять Россию на чемпионате Европы в Швейцарии и в квалификационном турнире Олимпиады. В Великом Новгороде состоялся всероссийский турнир по хоккею Кубок чемпионов для ветеранских команд с игроками старше 55 лет. Ленинградскую область представляла команда «Русич» из Всеволожска. В упорных матчах с ветеранами из Тверской, Мурманской, Новгородской и Московской областей хоккеисты «Русич» одержались достойно, но попасть в тройку призеров не смогли. А мы отправляемся на Ладожские берега. Единственная профессиональная хоккейная команда из Ленинградской области базируется в поселке имени Морозова. Область спорта побывала в гостях у клуба «Ска-Варяги». Открытие ледовой арены в поселке имени Морозова пять лет назад превратило этот населенный пункт на берегу Ладожского озера чуть ли не в хоккейную столицу Ленинградской области. С новой арены открыли и детско-юношескую школу. Набрали местных ребят, пригласили тренеров, медперсонал и назвали школу «Варяги». Спустя два года «Сдюшор» стала сотрудничать с петербургским «Ска». Так появилась команда «Ска-Варяги», которую заявили в Национальную молодежную хоккейную лигу. Прошлый сезон юные хоккеисты провели в другом регионе и под другим названием. «Ска-Карелия» выступала под Петрозаводском в городе Кондопога. Теперь ребята вернулись домой. Здесь намного приятнее работать, чем в Кондопоге. Приезжаем с дома, все мотивированы, все стараемся. Здесь тоже хорошо. В системе «Ска» несколько молодежных команд из разных лиг. Игроки могут свободно переходить из одной в другую, поэтому состав «Варягов» меняется. В основной обойме сейчас 32 хоккеиста. Из них шестеро активно привлекаются к играм за другую молодежку, выше рангом «Ска-1946». Самым старшим из «Варягов» в этом году исполнилось или исполнится 20 лет. Среди них воротарь Ярослав Кефаренко, воспитанник с «Дюшор-Ска». Его талант отметили еще два года назад, когда парень дебютировал в высшей хоккейной лиге за «Ска-Ниву», где средний возраст 26 лет. Дебют, к слову, получился сухим. Бьемся не за «Ска-Варяги», а, наверное, за целую систему «Ска». Каждый отвечает за свои вопросы. Ну и бьемся за «Ска», конечно. Работаем, пытаемся расти, попадать выше, выше. Мне кажется, с первых матчей все равно не получится, чтобы они были битком забиты. Будем стараться, пытаться выигрывать, заинтересовывать болельщиков. И будем на следующий матч постепенно ждать больше и больше болельщиков. Есть за кого поболеть и в нападении. Здесь один из основных игроков областной команды – Никита Ефимов. В летней предсезонке отметился голами в каждом из пяти товарищеских матчей. Стабильно забивает и в начале сезона. Хотелось бы в этом году побороться за кубок, конечно же, и показать, на что способны. Собралась хорошая команда, хороший коллектив, дружный. Все ребята со всеми хорошо общаются. Попадать только дальше, если будет возможность, конечно же, дальше попадать в МХЛ, ВХЛ. Ребята постарше, которые должны попадать там уже дальше, в высшую хоккейную лигу. Те, кто помоложе, там, в 2000, в 1999, в 1998 еще, можно попробовать свои силы в молодежной первой лиге. Пробиться в большой хоккей для каждого из них – сильнейшая мотивация. Сквозная заявка позволяет осуществить мечту в любой момент. Хоккей, ну, меня отдали в детстве еще, никто не спрашивал. Ну, а так как-то уже понравилось, ну, уже не представляю жизни без нее, без хоккея. И пришло время говорить вам «до свидания». Мы рассказали о событиях, которыми насыщена спортивная жизнь Ленинградской области, и о людях, которые стремятся к победам. Это, в частности, Евгений Чернов, защитник ТОСНО и сборной России, Владимир Васильев из СКА «Варяги» и Виталий Пархоменко, волейболист «Динамо-2», который, к слову, на днях отметил свое 20-летие. До встречи на 47-м канале в области спорта.